В студии канал RTN Наталья Бустрицкая. Вечерние новости в эфире. Мы продолжаем. Эвит Телеком с декабря 2018 года по январь 2023 совершила 24,5 миллиарда автоматических телефонных звонков на территории США. Спам-звонки совершались в рамках массовых мошеннических схем с медстраховками, социальным обеспечением, мошенническими схемами с продажей товаров на Амазон, махинациями с кредитными карточками. Американцев надоело, что их телефоны разрываются от мошеннических автоматических звонков, отметила прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс. Пожилые граждане и представители других уязвимых слоев населения уже не раз попадали в сети мошенников из-за таких звонков. Пока Дональд Трамп остается главным политическим тяжеловесом в республиканской партии. Как сообщает национальный агрегатор опросов общественного мнения RealClearPolitics, экс-президент опережает губернатора Флориды Рона Де Сантеса на 33 пункта с 58% голосов консерваторов. Но, по утверждению Нью-Йорк Таймс, все может измениться, поскольку у губернатора очень амбициозные планы. Ко дню труда его команда намерена нанять более 2,5 тысяч агитаторов на местах. Стоимость компании Де Сантеса варьируется в районе 200 миллионов долларов. При этом вчера прошло новое крупное мероприятие – встреча Де Сантеса со спонсорами республиканской партии в Майами. Польша готовится вести полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России. Проект такого постановления польского МВД опубликован на сайте правительственного законодательного центра. Документ в настоящее время проходит стадию юридического согласования перед тем, как будет направлен на подписание министру внутренних дел Польши. В Кремле считают Польшу враждебным для России государством. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В интервью сотруднику пропагандистским СМИ Павлу Зарубину он прокомментировал заявление бывшего заместителя министра обороны Польши Вальдемара Сшипчика о том, что его страна готовится к возможному участию в боевых действиях на территории Белоруссии, так как там должно произойти восстание. «Польша – это враждебное для нас государство», – отреагировал Песков. По его словам, польское руководство сейчас буквально заходится в истериках и русофобии. Это цитата. При этом Песков обратил внимание, что Белоруссия является партнером и союзником России. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о возможном привлечении к ответственности тех, кто нелегально пересек границу, а затем вернулся в страну. По его словам, желающих уехать задерживают ежедневно. При этом их количество значительно снизилось относительно первых месяцев войны. По словам Клименко, приоритетным является вопрос оборудования украинской границы для пресечения попыток ее незаконного перехода. В частности, он указал, что по всей линии границы установят специальные тепловые ловушки и видеокамеры. С 24 февраля прошлого года на территории Украины действует военное положение. На этот период мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд из страны запрещен. Более 9 тысяч российских школьников из 11 регионов России отправятся в военно-патриотические лагеря, где будут проходить огневую и тактическую подготовку, а также встречаться с участниками военных действий в Украине. Об этом сообщила пресс-служба полпреда Путина на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Лагеря устроят в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Туда отправят подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Возобновление прямого авиасообщения с Грузией было личным предложением и решением Путина. Об этом сам Путин сообщил на форуме «Деловая Россия». Он пояснил, что хотел поддержать российский бизнес, а также тех, кто любит Грузию, и людей в этой стране, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией. По словам Путина, решение также было связано в том числе с сезоном отпусков. Негативную реакцию Грузии на возобновление полетов Путин назвал полной неожиданностью. Своими указами он отменил с 15 мая этого года визовый режим для граждан Грузии и запрет на полеты российских авиакомпаний в страну. Туда начали летать российские авиакомпании «Азимут» и «Ред Винкс». Президент Грузии Салам Азарубешвили неоднократно критиковала возобновление прямого авиасообщения на фоне военных действий в Украине и оккупации грузинских территорий. 26 мая Азарубешвили выразила недоумение, почему правительство Грузии не принимает меры против массово прибывших из России и их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение и образование. Она также отметила, что россияне могут покупать в стране недвижимость и не платить налоги. Азарубешвили назвала непонятным и обидным подсчет средств, которые Грузия принесет возобновление полетов, а также предупредила, что своими действиями и заявлениями страна отделяет себя от Европы. Кандидатура премьер-министра Дании Мэтта Фредериксен серьезно рассматривается на пост следующего генсека НАТО, который Столтенберг должен освободить в конце сентября, пишет газета «Политика» со ссылкой на дипломатов. Фредериксен подходит сразу по нескольким параметрам. Также для Альянса в этот раз предпочтительно выбрать женщину, чтобы соблюсти тренд на гендер-нервноправе. Тем не менее, есть и те, кто скептически воспринимают ее кандидатуру. У некоторых недовольство вызывает факт, что этот пост вновь может достаться политику из скандинавской страны, поскольку нынешний генсек из Норвегии, а до него должность занимал датчанин Андерс Фокрасмусен. Традиционно пост генсека НАТО занимает политика из европейской страны, но его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме, отмечает газета. Фредериксен получила приглашение от администрации Байдена и Харрис посетить Вашингтон в июне. Что бы это значило? Вы смотрели вечерние новости. Спасибо за внимание. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова